различные законы будут ограничивать ваши действия и находясь под законом вы в общем-то свободны в определенных границах можем ли мы находясь под законом говорить о том что мы абсолютно свободны нет я поэтому спросил вы под законом ну почему тогда новый завет на решивы не под законом а вы не под другим законом написано же вы не под законом еще раз есть слово под чем-то верующие синайского завета находились под законом новый завет утверждает что вы не находитесь под там такое уточнение написано падать чем вы под благодатью там не написано что вы раньше находились под одним законом теперь находитесь под другим законом написано что раньше вы находились под законом теперь вы находитесь под благодатью что вы не под законом под законом просто спасаемся благодатью бурал хорошо вы ввели новое понятие какое-то про спасение я правильно понимаю в наших рассуждениях было термин спасения откуда он появился как вам больше понравится верующий синайского завета он был под чем у меня вопрос а вот эта штука куда я доделать где нарисуйте мне пожалуйста куда она переместилась вот тут есть между этими двумя картинками бинго обетование нового завета он библию читает путь жизни еще раз куда делся переместился прямо сердце и поэтому мы уже не под ним поскольку он находится внутри нас вы видите что два разных слова вы не поверите это два разных понятия отлично вы не пробовали пользоваться словарями завтра у вас задание взять словарик и узнать что такое благодать и вечером всем нам рассказать но попробуйте взять не только библейские словари но это словари русского языка и далеко можно еще брагал за фрону попробовать и так это издательство понятно да понятно что это два абсолютно разных понятия и вот это понятие оно переместилось ну в противном случае если вы утверждаете что это приблизительно одно и то же то мы и над ним и оно в нас и над нами и в нас одновременно но это тяжело я думаю что над нами благодать а внутри нас закон и большое спасибо потому что это исполнение пророчества вы истанаха читали не истанаха читали ну параллельное место в языке 31 глава с 31 по 33 десяти да и риме откройте и риме и риме и риме 31 1 глава с 31 по 33 В этом случае очень примечательный 35 стих будет Как говорит Господь, который дал солнце, освещение днем, выставы луни и звезды для освещения ночи, которые возмущают море, так что волну его ревут, Господь его вовсе не будет. Дальше, 36. Если сиевы ставы перестанут действовать передо мной, говорит Господь, то и премии драйвов перестанут быть народом передо мной навсегда. Спасибо. То есть, в общем-то, время наступления Нового Завета не отменяет существование народа Израиля. Примечательное, что, как правило, люди, читающие 31, 32, 33 стих, почему-то не дочитывают до 35 и 36. Понятно, да? Пока уставы эти все работают, солнце встало, народ Израиля еще не перестал. Как только солнце перестанет вставать, вот тогда может быть. А пока все нормально, уставы звездам, все работает. Значит, племя Израиля еще не перестало. Все хорошо с ним. Итак, что меня интересует в плане закона? Так что, наша свобода не такая безграничная? Угу. Не такая свободная, не будет. Да, странно. Это в Новом Завете? Да. Да, вы что? И вы попали в некую общность людей. В некую общность людей. А у этой общности людей есть законы, которые ограничивают вашу волю. Свободу, волю. И вы должны понимать, что нарушение этого приведет к определенным последствиям вашей жизни, безусловно. Это понятно? Ну, какая-то реакция должна быть. Не, зачем же? Я же вы ставлю под ответ сразу. Любая общность людей, к которой вы будете себя соотносить, будет иметь определенные правила. И нарушения этих правил будут иметь определенные последствия в вашей жизни. Нарушения этих правил? Да, безусловно. Да. Скажите мне, пожалуйста, чисто теоретически. Ну, так, чтобы у нас не было двойных стандартов. Вы заметили, что товарищ не согласился. Проверяем. Насколько быстро он будет согласен с тем, что я буду сейчас спрашивать. Скажите, пожалуйста, у вас семья есть? Жена, дети? Отлично. Скажите, пожалуйста, а если дети не будут слушаться правил, которые вы установили, последствий никаких не будет? Да вы что, серьезно? И вы быстро отвечаете на вопрос, что последствия будут? Я отреагирую. Вы отреагируете. То есть, соответственно, будут что? Я. Последствия. Последствия. То есть, быстро будут? Да. Отлично. А только что не понимал, что отвечать. То есть, только у вас дома порядок, везде остальных бардак. Еще раз повторяю. Любая общность людей имеет определенные правила. И если правило будет нарушаться, будет что? Последствия. Последствия. Что непонятно. У вас общность людей в вашем доме есть? Да. Правила есть? Да. Нарушения влекут, последствия? Да. Ну, так а что несправедливо было в том, что я сказал? В общине Божьей тоже то же самое. То же самое. Есть некая общность людей, есть некоторые правила. Если вы не следуете этим правилам, будут определенные последствия. Что тут непонятно. Вы живете в государстве? Нарушите законы государства. Что будет? Последствия. Обязательно тюрьма. Могут быть штрафы, еще что-нибудь. Не обязательно вашу свободу должны ограничивать. Ну, есть определенные последствия. В зависимости от нарушения будет зависеть, какие последствия будут. Последствия. Находим варианты, как уходить от выполнения закона. Покатитесь и примите Евангелие. Мы уходим от налогов. Еще раз. Покатитесь и примите Евангелие. Вы о чем сейчас? Вы, может, найдете еще методы и способы уйти от закона Божия. Вы о чем? Вы сейчас про что? Потому что закон нарушать можно и последствий нет? Идея не свежа. По сути. Как правило, которые становились на этот путь, если и в этом мире не отвечали, то в грядущем точно ответили. Пожалуйста. Про налоги? Хорошо. Еще раз, только медленно. Почему-то люди, придя в церковь, решили, что они свободны делать все, что им в голову придет. Что они свободны. Что над ними нету тех, кто поставлен Богом, блюсти их. Ну, почему-то такое впечатление. Что они неподотчетны. Что с них никто не может ничего спросить. И никто им не указ. Ну, кроме Бога. Понятно. Я не знаю, почему так. Кроме взаимной любви. Ага. Да, 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 да. Фишечка хорошая. Только вы, насколько я помню, призваны к чему вчера мы читали в Первом Петре? Послушанию. Кому послушанию? М-м-м-м. Иисус. Наставлен. Правильный ответ. Правильный ответ. Но вам он не поможет. В данном случае. Был такой мужик. Звали его Моисей. Вот он пришел. Говорит, так. Объявляем большое барбекю. Ну, вообще, идея неплохая. Мне лично нравится. Вы любите барбекю? Да. И он говорит, барашек любишь? Жалить будем. Говорит, рассчитались по семействам. Команда такая. Ну, некоторые могли спросить. А ты кто такой? Ну, знаете, у нас иногда любят задавать вопросы. А ты кто такой? Кто тебя тут вот это главным назначал? Он говорит, я вообще без претензий. Ну, он так сказал. Хотите, слушайте. Хотите, нет. Говорит, да, кстати. Есть определенные правила приготовления. То есть, нельзя готовить по собственному рецепту. Можно только по рецепту Моисея. Варить нельзя. Да, варить, к примеру, нельзя. А у меня диетолог. Говорит, ну, тебе тогда можно. Только умрет первенец в твоем доме. В принципе, можешь есть вареное. Никто же не запрещал. Только шо? Кто-то может умреть. Ничего страшного. Если тебе смерть поможет, то тогда, пожалуйста. Послушайте, еще раз. Я знал людей, которым по состоянию здоровья нельзя было поститься. Язвы было. И которые принимали решение поститься. Выходили из поста без язвы. Ну, это надо было иметь веру этого человека. Не всем так я рекомендую делать. То есть, у него было дерзновение. Вера – это было его личное откровение. Поэтому я никому не рекомендую ходить в такие посты по чужому откровению. Не надо. История не опьянула. Три дня, по-моему. Ну, для язвенников это критичная штука. Вы хотели поговорить с вами же слои? Просто я рассказываю свидетельство одного человека. Он имел такое дерзновение и как бы вошел. Поэтому, ну, окей. Он говорит, ну, вот надо приготовить определенным образом. Да, говорит, кстати, еще кровью помажьте, пожалуйста, косяки. Вот еще до этого было все нормально. Вот как-то до этого момента все было понятно. Шашлык, там, мясо, угольки и травы. Ну, может, такой рецепт специальный. Есть с поспешностью, может куда-то кто-то спешит. Ну, действительно. Выйти отсюда, наконец. Ну, понятно. Тут все как бы понятно. Есть лежа, кстати. Ну, полулежа. Возлежать. Вчера возлежали? Да? Нормально? А вот сказано было возлежать. Ну, что, в следующий раз попробуйте. Да вообще удобно. Когда переел, мне тяжело. Когда сидишь, тяжело. А так, на другой бок перевернулся, спокойно. Даже можно, в конце концов, и не вставать. Тут подушечку дали, и все. Ну, то есть, есть определенные удобства в такой технологии приема пищи. Ну, на тот момент времени поза обозначала позу свободных людей. Рабы так есть не могли. Ну, об этом шла речь. Что им надо было привыкать к свободе. Отлично. Итак, то есть, ну, все могли слушаться. Все могли. А если кто-то не хотел, то мог, собственно говоря, не слушаться. Но в жизни тех, кто не послушался, извините меня, последствия не пришли? Пришли? Что, серьезно? Я тоже так думаю. И поэтому, в связи с этим, у меня интересно. А когда вы не слушаетесь, что, вы думаете, последствия не придут? Ну, если вы задаете себе вопрос, а ты кто такой? Кто вдруг сказал, что я должен тебя? Ну, слушаться. Что-то какая-то тишина. И напряжение. О чем этот мужик говорит? Что, пасторе надо слушаться? Ну, в общем-то, да. Если вы были еще не в курсе, да. Ну, все достаточно просто. Вы пришли в определенную общину или определенный дом. Уже попал. Это он тебе объясняет, что все, ты уже попал. Пасторе надо слушаться. Конечно, все, понятно. И точка, и все. А дальше? Не, можно не слушаться. Нет, только пасторе. Понимаете, в чем дело. Есть два вида власти. И несмотря на то, что их два, природа у обоих видов духовна. Два вида власти. Природа у обоих видов власти духовна. Первый вид власти – это власть административная. С ней вы должны быть хорошо знакомы. Что такое административная власть? Команда. Ну, а что еще? К примеру, я владелец предприятия. У меня какая власть? Административная. Чиновник в государстве обладает какой властью? Административной. Понятно, да? Милиционер. А грешник какой власти? Административной. И когда вы приступите к его власти, он хорошо вас познакомит с государством, которое наделило это власти и последствия нарушения этой власти. Команды этой власти. Это понятно? То есть, государственный аппарат – это административная власть. Но я вам открою еще один секрет. Здесь тоже есть административная власть. Вот здесь. В этом помещении действует тоже административная власть. Часть административной власти есть вот у этого человека. И поверьте мне, он ей периодически пользуется, когда просит вас покинуть это. А мы не слушаемся. Ну, могут наступить последствия. То есть, вы можете не послушаться, но могут наступить определенные последствия. У него есть власть включить аппаратуру, выключить аппаратуру. Попросить уйти, открыть, закрыть, ну, что-то сделать. Как правило, мы не понимаем всю полноту его власти, потому что мы не сталкиваемся с ней. И, в общем-то, не воспринимаем его как власть. Мы понимаем, что человек о чем-то просит нас, и мы подчиняемся, в общем-то, его просьбе. Но если мы не подчинимся его просьбе, у него есть старший, кто над ним стоит, кто делегировал ему эту власть, и в конечном итоге он обратится к тому, кто наделил его этой властью. И вы познакомитесь, такие, кто же ему эту власть дал? Понятно, да? Я понятно выражаюсь? Но его власть, она ограничена, а, пространством, б, времени. Понятно, да? Часть административной власти делегированы на определенное время мне. Я прихожу сюда, и, грубо говоря, с 6.15 до окончания 21.05 я имею определенную власть на этом месте. Я могу кого-то попросить молчать, выйти, уже знакомо, да, с этой частью моей власти. Я не пускать. То есть я кого-то могу ограничивать в его свободах. Но если я приду сюда, к примеру, в другое время, когда тут другой человек учит вас, и начну тут руководить, вполне нормально, резонно преподаватель скажет, слушай, а не мог бы ты выйти? Почему? Потому что власть в то время на этом месте будет принадлежать ему. Валентин Романович проводит по шаббатам служение. Вот зал тут есть недалеко. Есть? У него есть власть, и он руководит. А если он придет в воскресенье, будет делать то же самое? По шаббатам. Извините. День не той недели. Ваша вчера была власть. Шаббат был вчера. Сегодня уже? В воскресенье. В воскресенье. Другими словами, работник госавтоинспекции имеет власть на дороге. Когда он соответствующим образом одет? Если он соответствующим образом одет, палочка у него есть, все хорошо. Но будет руководить движением тележек в супермаркете, скорее всего, день рабочий он закончит в дурдобе. Почему? Пользуются властью не в то время и не в том, извините меня, месте. Понятно. Административная власть, она предназначена для определенного места и в определенное, извините меня, время. Это понятно? Да. Тут все хорошо? Да, но вопрос по другому. Как? Я немножко расширю. Очень расширю. Мы понимаем, что духовный власть. Можно я закончу? Да. А потом, если вопрос останется, вы мне его... Поэтому меня перебывать сейчас не надо. Я сейчас властью воспользуюсь. Зачем это вам? Итак, поскольку мы находимся в церкви Божьей или в общине Божьей, вся эта власть, несмотря на то, что она административная, она имеет духовную природу. Бог поставил человека на это место. Кто наделил его этой власти? Бог. Это понятно? Понятно. Понятно. Такая административная власть, как это ни странно, имеет инструменты принуждения. Еще раз. Административная власть имеет инструменты принуждения. Даже в общине Божьей. Вас могут снять со служения. Ну или сначала сделать замечание, снять со служения, поставить на замечание или отлучить от общины. И есть инструмент принуждения. Вам говорят, если нет, то будет вот это. Мы тебя принудим. И это, в общем-то, ограничение свободы. Тут все понятно. Есть другая власть, духовная. Она имеет, опять, духовную природу. Но она действует в вашей жизни ровно настолько, насколько вы открыты к этой власти. И у этой власти отсутствует механизм принуждения. Эта власть, духовная власть, она действует в вашей жизни для вас, как благословение. Ровно настолько, насколько вы для этой власти открыты. И если вы не хотите открыться для этой власти, у этой власти нет механизма принуждения. В отличие от административной власти, которую тоже имеет церковь Божия или вообще не Божия, духовную природу. Как это? Скажите мне, пожалуйста, Христос обладал всей полнотой власти? Да. То есть, Ешуа, в нем присутствовала вся полнота Божества. И, соответственно, власти. И он говорит к уверовавшим в него иудеям. Если пребудете в слое моем, хорошо, ты вообще кто такой? Мы с тобой не согласны. Ну, они им это сказали, судя по тексту 8 главы Иоанна Ленд и Иоанна, который мы недавно разбирали. Согласились они с ним? Нет. И что, его власть являлась благословением для тех ребят, которые не приняли его слово? А что, он их заставил? Нет. Вопрос не в этом. Скажите, Бог вас принуждает к чему-то? Да. Когда последний раз это было? Нет, ну, если взять историю, приводил силы, приводил врагов с севера, с садового. Я прошу прощения. Но Бог принуждал ходить по слушанию народу. Нет, это там приводение, там, Валиланян, Вегетриана, Сирийцев. Вы смотрите на Бога через призму наказания, я правильно понял? Нет. А как? Просто когда долгое непослушание, Бог допускает наказание. Для чего? Ну, чтобы вернулись на путь. Для коррекции. На коррекции. Отлично. Ну, в чем проблема? Вас корректируют. Насильственные люди. Извините меня, пожалуйста. Вы своих детей корректируете? Да. Насильственные люди. Ну, когда приходят в воду, то уже все, только уговорят. Да? Хорошо. Да. Интересно. И как? Действуют? Нет. И что тогда делать? Ограничиваются в воду или нет? А что, нет? Не доверяем. Так я не понял. Значит, приводят к результату? Нет. А кому же вы доверяете, когда не приводят к результату? Ну, есть время, когда мы прилагаем метод, а есть когда уговорят? Извините, я не понимаю. Ну, если сравнивать нам, то есть наши методы ограничены. То есть мы можем приложить нашим детям только до определенного возраста. А почему вы так решили? Ну, может быть, у вас не совсем верное устройство. То есть если ваша мужчина даже будет 30, вы все равно можете взять в него детей? Извините меня. Я прошу прощения. Даже если моему сыну будет 30 лет, и он живет в моем доме, то он должен подчиняться правилам, существующим в моем доме. Если не будет подчиняться... Ну, а зачем же его жить тогда в моем доме? Еще раз. Если он живет в моем доме, то он должен подчиняться правилам моего дома. В противном случае, его никто не заставляет жить в этом доме. Но если он идет из вашего дома, то он не перестанет быть сыном? Нет. Но метод уже перестанет быть? В чьи? В вас. Извините меня. Скажите мне, пожалуйста, мне просто интересно. А духовная власть у меня останется или нет? Нет. Почему вы решили? Христос имел духовную власть? Да. Они его послушались? Нет. Духовная власть, Христос лишился ее? Но она не была на пыль. Еще раз. А он ее лишился или нет? Не лишился. Не лишился. Почему вы считаете, что моя духовная власть, как отца, испаряется в тот момент, когда мой сын не подчиняется ей? У нее власть действует как благословение. Еще раз. Почему вы решили, что она испарилась? Ну, вы сами сказали, что духовная власть действует только как благословение, без принуждения. Да. Итак, имея духовную власть, мы можем заниматься только через благословение. Да. Другими словами, она у меня есть? Есть. Но он не благословляется ей, потому что он под нее вышел. Но она у меня осталась духовная власть? Он всегда может вернуться и встать под эту власть. Какая проблема? У меня власть есть? Да. Он не под ней. Он вышел из-под нее. Да, я понимаю. Но если он выжил из-под нее, это не значит, что она у меня перестала существовать. Извините, когда он решит жениться, он придет за благословением кому? А что он пришел? Если у меня власти нету. А? Он пришел за тем, что у меня, извините? Есть. И беспрекословно младший благословляется кем? Старшим. У меня все есть. И оно все готово для него. Но ему надо прийти и встать под эту власть. А когда он вышел из-под этой власти, эта власть не работает в его жизни как? Благословение. Благословение. Другие механизмы включаются, и они ему не нравятся. Еще раз. Другие. Ваши или не ваши? Послушайте, он вышел из-под моей власти. Еще раз. Бог наделил меня определенной властью. И есть у меня власть и право благословлять моего ребенка. И эта власть и право донованы мне Творцом, от которого именуется всякое Отечество на земле и на небесах. Это его власть, которую он передал мне. И когда мой ребенок не подчиняется мне, как отца, он противится кому? И когда мой ребенок не подчиняется мне, как духовной власти, которую мне даровал Бог, он имеет дело с Богом, который с него начнет спрашивать. То есть, когда пастор обидает анастин, то это нормально. Еще раз я прошу прощения. Пастор имеет право отлучить вас от церкви. И это соответствует тому, что мы читаем в Новом Завете. Сейчас. Это понятно? Такая власть дарова на пастора. Брать на замечания и отлучать от общины Божьей. Есть определенные грехи, за которые может это происходить. И сейчас мы поговорим чуть-чуть подробнее об этом. В чем вопрос? Вопрос. То есть, вот на примере семьи и на примере церкви. То есть, пока, например, я нахожусь в церкви, то здесь пастор действует может административной властью, ресурсами. Но когда я вне церкви, например, где-то, там уже духовное воздействие. То есть, как бы там духовная власть включается. И то же самое на примере семьи. Пока я дома живу с родителями, они административными действуют ресурсами. То есть, чтобы воздействовать на меня. Может, административным там можно воздействовать. Нет, чуть-чуть немножко запутались вы. Я объясню немножко по-другому. Духовная власть, она дана для чего-то. И цель, с которой Бог дает духовную власть, это созидать другую личность. Эта власть дана для души попечения. Это понятно, да? Если мы говорим о моем сыне или моей дочери, то мне дана эта власть для того, чтобы я воспитывал или взращивал моих детей. Эта власть не дана мне. Делай это, иди туда, занимайся этим. Нет, я должен ребенка подготовить к самостоятельной жизни. И эта власть мне дана для того, чтобы я подготовил его, и потом на определенном этапе его жизни сказал, «Все, я высвобождаю тебя. Я высвобождаю благословение на создание твоей собственной семьи. Ты готов к этому. Я должен тебя к этому подготовить. Наступил момент, я благословляю, он к этому готов». Да, с маленькими детьми существуют одни вопросы и законы. Когда они вырастают, мы учим их пользоваться некими принципами, которыми они должны быть, извините меня, тоже послушными. Это один вопрос. Когда мы говорим о Церкви Божьей, власть дана административная для того, чтобы был определенный порядок в богослужении. Будь то занятие в классе, будь то служение центральное, молитвенное, служение домашней группы, неважно, какое это служение, но там должен быть определенный порядок. Там не должна быть анархия. Кто когда хочет говорить, кто когда хочет, что делает. Там есть определенный порядок. Есть люди, которые отвечают за этот порядок. Это нормально. Это административная власть. Тут все понятно. Дальше мы читаем Писание, что он поставил служителей на совершение святых, на дело служения. То есть власть дана для того, чтобы совершить кого-то для чего-то. Понятно. При всем при этом, духовная власть не дана для того, чтобы рассказывать вам, что вам делать в вашем доме. Духовная власть не дана для того, чтобы определять, где вы должны работать или где вы не должны работать. Куда вы должны вкладывать свои деньги или куда вы их вкладывать не должны. Какие книжки вы должны читать. Это не для этого духовная власть. Мы встречаем вещи, которые называются перекосы. Именно потому, что люди используют духовную власть не для того, для чего она предназначена. Люди берут и говорят, так, вкладывайте деньги все сюда. Подожди, ты пастырь? Занимайся не вложением денег, а души по печеньям. Не рассказывай своим прихожанам, куда они должны отдавать свои деньги. Но ты не для этого поставлен. Ты поставлен для того, чтобы совершать их на дело служения или на дело приумножения богатства своего. На что тебя тут Бог поставил? Понятно, о чем я говорю? То есть, это яркие примеры, к сожалению, негативные, когда духовная власть использовалась не по назначению. Цель духовной власти – созидание святого на дело служения. Понятно, да? И поэтому вы можете прийти к пастырю и спросить, пастырь, вот мне предлагают такую работу, мне идти на нее или нет? И пастырь может, ну, помочь вам рассудить, насколько эта работа, она соответствует вашему духовному состоянию, насколько эта работа не будет являться грехом для вас. Разобрать, насколько эта работа будет полезна для вашей души или жизни. И может какие-то советы дать, но не определяет вместо вас, будете вы работать на этой работе или не будете. Его совет имеет рекомендательный характер, но не законодательный характер. вопрос идет у души по печенью. И если вы его не послушаете, за это вас не поставят на замечание, не возьмут на отлучку. За что? Ну, вы не грешите. И пастырь не для того, чтобы определять, где вам работать и где вам не работать. Понятно, о чем я говорю? Разница есть. В законе Божьем, который был дан Израилю, мы видим простую часть. Мы видим простую часть. Была ответственность человека за нарушение закона и была ответственность общины за нарушение закона человеком. Разница понятна? В одном случае отвечал человек, а община не несла ответственности. В другом случае, если община бездействовала, то община несла ответственность наравне с человеком. Понятно, да? Другими словами, если я нарушаю закон Божий, а вы об этом не знаете, то вы за это извините меня и не отвечаете. Понятно, да? Поэтому у вас нету права заглядывать через окно в мой дом. У вас нету права подглядывать, подслушивать, подсматривать, узнавать, как я живу. Это не ваше прерогатива, не ваша цель, не ваша задача, это не ваша ответственность, и вы не имеете на это права. И поэтому Писание говорит, что даже если ты видишь человека согрешающего, дружище, молись за него. Если он согрешит против тебя, окей, иди и обличи его. Но если он согрешает, молись. Молись. Но если грех явен в общине, и община не реагирует, тогда община не имеет. Если вы слышали человека, который хулил имя Бога, говорит, ну ничего страшного, это же он, мы-то не принял, то община что? Несет ответственность. Если вы видели о том, что человек прелюбодействует на глазах всей общины, и тишина в круге, будете отвечать все вместе. Один из ярчайших примеров, печальный, но очень ярких примеров, был в Израиле, когда колено Вениамина подверглось садами. Но не совсем все так было. Это не совсем соответствует тексту. Собрался весь Израиль, как один человек. И собралось их. Сколько? Тысяч четыреста. А тех было меньше сорока. И пошли они воевать. Ага. Они говорят, слушай, мы вообще ничего не поняли. Мы же за правое дело. А они настучали. Ну не шуточно. Что делать? Говорят, идите. И они пошли второй раз. И еще умерло определенное количество людей. Немного. За два дня сорок тысяч. Десять процентов. Сорок тысяч. Они пришли за правое дело? А где они были раньше? Что, никто ничего не знал? Что, никто ничего не знал? И нужно было понести ответственность. За то, что раньше, извините меня, прикрывали глаза на то, что там происходило. И когда расправились с Вениамином, был один умный человек, который сказал, так вот это вот так вот решил глянуть. А все пришли. Говорит, нет, по-моему, из-за веса глазского тут никого нет. Он говорит, да вы что? Точно? Пойдите убейте их. Говорит, убейте. Девушек, говорит, приведите, отдайте вот этим вот. А всех остальных, говорит, ну за то, что не пришли. А что, они же сказали, слушайте, да мы тут не при делах, мы же не... Мы просто не хотим в этом вообще разбираться. Он говорит, ну правильно. Вот потому, что вы не хотите. Все ее уберете. Ну, просто была история, когда, если что-то, наверное, когда один стоит там, потому что он не брать ничего. И не задал здесь народ. Но они же не знали, что он стоит. Но это было что? Там и запутали. Заклятие. Другой механизм. Он говорит, не надо вам этого брать. Потому что будет беда. А кто-то взял. Ну, ответили все. Ну, ответили сначала. Часть народа ответила, пострадала. А потом они спросили, что происходит? Говорят, ну, тут кто-то виноват. Говорят, ну, давайте найдем этого парня. Ну, и нашли. Я прошу прощения. Скажите мне, пожалуйста, а вас сильно интересует, ну, мой ответ? Зря. Знаете, почему? Потому что меня зовут Дмитрий, а не Всевышний. Не я этими процессами руковожу. Вам, наверное, надо задать вопрос тому, кто процессами этими управляет. И тот, кто определяет, куда кто идет. Еще раз. Простите. Я этими процессами не сильно управляю. Поэтому я не в курсе. И какая вам разница, как я думаю? Еще раз. Я не управляю тем, кто куда идет. Это не моя прерогатива. Я не знаю. Я могу судить о чем-то, зная только от части. И та часть, которую я знаю, она может быть мала, незначительно и ничтожна. И завтра этот человек покается и пойдет, куда ему надо. И понятие спасения тогда отличалось от понятия спасения сегодня. Понятие спасения и искупления были различными. Это понятно? И мы сейчас будем говорить вообще, если нам удастся, после перерыва, мы поговорим все-таки. Я надеюсь, что мы дойдем до исхода, искупления, все-таки. Я надеюсь, что на этой неделе... Сейчас еще не перерыв, спокойно. Я бы сказал, после перерыва, но я же не сказал, что уже началось. Я бы скажу, когда начнется. Итак, здесь по поводу власти понятно? Вы находитесь в Церкви Божьей, к сожалению. Отсутствие учения о власти приводит иногда к пренебрежению этой власти. Но если вы даже не научены и не наставлены, вы ответите за пренебрежение власти, которая над вами стоит. Маленький, только маленький. Отлично. Ну, а что делать? Что же задавать? Негативная она работает? Негативная что? Ну, власть, скажем так, работает ли власть пастора и лидера в негативной форме? Может ли работать над нами? Что значит власть в негативной форме? Объяснили, пожалуйста. Простой вариант проклинать, осуждать. Я не вижу, я не вижу в Новом Завете власти пастора или лидера проклинать. Ну, извините, я не вижу такой власти. Я не вижу, что Библия, Новый Завет дает власть нам кого-то проклинать. Я вижу, поэтому и спрашиваю. А что вы видите? Власть такую, которую... Я видел человека, который рассказывал, что ему было в жизни высказано в Афиме, и он как бы пытается выбраться, и ходит вообще нилан, чувствуется, работает. Еще раз, я прошу обещание, незаслуженное проклятие... А заслуженное что, неужели будет? Подождите, секундочку, а почему же оно не должно сбыться? Объясните мне, пожалуйста, простую вещь. Человек согрешил, я правильно понял? Я прошу прощения. Вы в двух предложениях говорите некоторые вещи. Я говорю, человек совершил поступок. я говорю, послушайте, ну, мы можем совершать различные поступки, но если поступок поступок таков, который не попадает под определение греха, то незаслуженное проклятие, оно что? упорхнет. Вы говорите, ну, а заслуженное? Я говорю, заслуженное, извините, придется отвечать. Другими словами, вы говорите, что этот поступок характеризуется, как, говоря о том, что то, что прозвучало, было высвучено в жизни этого человека, оно имело места, оно было заслуженное. Через две секунды говорите о том, что незаслуженное. так вы определитесь, что сделал человек. То есть, если человек совершает некий поступок, который попадает под определение греха, и, ну, заходит парень. Есть такое непослушание каждой власти. То есть, непослушание, допустим, администратора говорит. Еще раз я прошу прощения, мы говорили о том, что власть дается на определенное время, на определенном месте. если эта власть распоряжается властью не в этом месте и не в это время, то в этом время, допустим, вы администраторы говорите, и так пять человек там для вывоза мусора, и все сидят. Да, отлично. То есть, уже непослушание? Да. То есть, все попали? Нет. Я должен попросить конкретную личность. Я говорю, послушайте, мне нужны братья, которые мне помогут выбросить мусор. Вы не реагируете. Имеете право на это? Имейте. Имеете право, послушайте, вы имеете полное право этого не делать. Вы имеете полное право этого не делать. я попросил. Какая проблема? Я спросил, кто из вас хочет? Мне надо, ну, помогите мне. Ну, я же не знаю, может вам тяжесть нельзя поднимать, может еще что-то. Ну, вы не помогаете. Настроение. Ну, настроение. Понятно, да? Очень важно. Окей. Перерыв.